Политическая воля руководства страны о необходимости профилактики в медицине привели к тренду диспансеризации. Под это выделяются деньги и определенные группы населения диспансеризацию должны проходить. Но дело в том, что данная процедура является добровольной, а не принудительной. В то время как при советской власти диспансеризация была добровольно принудительной и в целом государство знало о состоянии здоровья своих граждан. В нынешнее время, с учетом тех реалий, которые мы имеем, желания пациентов следить за своим здоровьем фактически нет. Кроме того, процедура диспансеризации во многом носит формальный характер. Я принимал участие в подобных видах медицинских обследований и не скажу, что у врача, который доводил до меня данные по результатам обследований, горели глаза желанием проинформировать меня в полном объеме о том, что мне нужно делать, чтобы в дальнейшем в моем здоровье не было каких-то неблагоприятных изменений. Но планы спущены, деньги есть, диспансеризацию нужно проводить, а народ не идет. Поэтому пример Дагестана говорит о том, что будут приниматься административные меры для привлечения к диспансеризации. Согласитесь, зав. поликлиники, зав. отделением, название пациентам с просьбой прийти на диспансеризацию не будет. Кто будет названивать? Непосредственно участковый врач и его медсестра, которые свободны от основной работы время, подобной деятельностью будут заниматься. Таким образом и будут складываться планы по диспансеризации. Нужна ли диспансеризация? Я считаю, что несомненно нужна. Но все равно те проблемы, которые возникают при ее проведении, негативно влияют на те планы политического руководства, о которых оно заявило. Тем не менее, я думаю, что в рамках обязанности по проведению диспансеризации в регионах, руководство регионов отчитается о том, что достигнуты показатели, которые были заложены в план. Если вам позвонят с участка врач либо медсестра и пригласят прийти на диспансеризацию, не следует пугаться. Это обыкновенное выполнение планов работы участковой службы по диспансеризации. Продолжение следует...